Вот уже неделю Брещанами бурно обсуждается новость об установлении на главной пешеходной улице города Советской знаков, запрещающих движение велосипедистов. Причиной этому стали многочисленные обращения горожан с просьбой запретить езду на велосипеде ради безопасности пешеходов. В то же время установленные знаки вызвали некоторую обеспокоенность у другой части населения. С уверенностью можно сказать, что брещане разделились на два лагеря. Нет, люди аккуратно ездят, никого не сбивают. Я не помню, чтобы здесь было какое-то массовое движение велосипедистов. В основном они ездят как бы вне Советской, но если ездят, то там парочку велосипедов и это никому не мешает, как я думаю. Правильно, что поставили знак. Вечером здесь совершенно вообще такая комфортная обстановка. Великолепно играют музыканты уличные, ходит, гуляет народ. Ну и ездят велосипеды, очень неудобно. Мне лично это не нравится. Я считаю, что не стоит, потому что много раз наезжали, толкали и я считаю, что нет. Категорически нет. Есть площадки, где можно кататься, но не Советская. Пешеходная улица можно, потому что удобный способ передвижения. Тут велосипеды ездить нельзя, тут ходят люди, большой поток людей, поэтому поддерживают назначено. Меня чуть-чуть велосипедист не сбил. Улетел на скорости, я увернулся за дерево. Я как бы против, чтобы тут ездить. За запрет как бы, ну, тут велосипеды мешают довольно сильно и велосипедные дорожки просто надо сделать и все. Мнений много и все же большинство горожан сошлись в едином. Советская улица пешеходная и безопасность прогулок по ней стоит превыше всего. Но учитывать права и удобство велосипедистов также необходимо. Новая велосипедная дорожка будет отличным решением этого вопроса. Дублер такой, на наш взгляд, это может быть и улица Карбышева при организации определенного движения и улица Карла Маркса. При создании дублера проблемы перемещения по улице Советской исчезают, потому что перемещаться на самом деле на велосипеде по Советской неудобно. Много и клумб, и в том числе и много людей перемещается. Поэтому при появлении дублера эта проблема будет решена сама по себе. Не будем забывать и про новую популярную тенденцию использования шеринговых сервисов, которая в последнее время полюбилась и брещанами в том числе. По большей части их используют для двух целей. Для развлечения и в качестве транспорта. И если смотреть под этим углом, то разве транспорту место на пешеходной улице? А ведь на улице Советской разъезжают не только велосипедисты. Знак, запрещающий передвижение на велосипеде, не относится к электросамокату. Потому что они вообще в теперешней редакции правил дорожного движения, не новой, которая принимается, либо будет принята, а в теперешней. Они вообще никак не прописаны, их не существует. Поэтому они либо пешеходы, либо их вообще нет, согласно правилам дорожного движения. Поэтому эти знаки их никак не касаются. Они как перемещались, так и будут перемещаться и дальше. А да, я согласен, что электросамокат, который развивает 25 км в час, это удар при столкновении с пешеходом гораздо больше, чем даже с велосипедом. На самом деле наличие знаков остановит далеко не всех. Скорее всего, будут и нарушители. И в очередной раз соблюдение правил будет зависеть исключительно от добросовестности граждан.